это были целенаправленные сливы в израильскую прессу из источников сфере безопасности о том что хитбала приняла решение атаковать израиль в ближайшие дни имеется ввиду атаковать не в том режиме которым это происходит каждый день а вот о том тот самый ответ как они это определяют за уничтожение за гибель их человека номер один военной иерархии фоада шукра уже прошел почти месяц уже время время идет здесь стало понятно что это видимо неспроста и речь идет не только о каких-то логических соображениях которые тоже объяснялись тем что мол хизбалла поняла что переговоры с хамасом по сделке никуда не продвигаются а значит если хизбалла атакует ее не торпи ее не обвинят в торпедирование сделки я вообще слонен читать что рассуждение сделки в с точки зрения хизбаллы ирана вообще второстепенный более того есть мнение что сам их есть и нуар дожидается удара хизбалла ирана чтобы оказаться гораздо более лучшим лучшим состоянии с точки зрения стратегии стратегической и с точки зрения тактической значит то есть тут вообще замкнутый круг и непонятно кто кого ожидает в любом случае урана и хизбаллы самые разные свои соображения и вчера стало вечером понятно и кстати в сообщении пресс-секретаря армии даниэля гарри когда он обратился вчера с прессе он специально подчеркнул что нас ждет непростая неделя то есть это было это был это было все не случайно значит и далее можно можно сделать следующий вывод на основании имеющиеся сейчас по горячим следам информации в израиль израильская разведка военная разведка в целом оман засекла ряд признаков подготовки к удару реальных признаков подготовки к удару насколько я могу предположить речь идет во первых с замечательной активности возле тех или иных пусковых установок важно понимать что и мы сейчас к этому придем что многие из пусковых установок они носят такие таки одноразовый характер для хизбаллы то есть они установлены в шахтах иногда кстати говоря эти шахты достаточно технологичны то есть это и гидравлическая дверь и маскировка очень серьезные углубление даже подзарядка из туннеля иногда это простые шахты иногда это замаскированные установки на местности однако когда речь не идет о мобильной установке которую тоже после залпа довольно легко накрыть если ее обнаружили в момент выстрела и далее виду вот такого рода стационарные установки они более-менее одноразовые исходят из того что после запуска ракет израиль с большой долей вероятности точно идентифицирует точку и тогда может при желании ударить снова по этой установке однако эти эти установки готовятся на черный день или на день атаки назовем это так и вот насколько я понимаю во первых израиль естественно для израиля вычисления этих пусковых установок было всегда приоритетным направлением на случай войны большой то есть их может быть не трогают во время перестрелок обычных ну скажем скажем так их трогают не всегда но на случай большой войны безусловно это супер приоритетная цель и возможно их частенько еще не трогают потому что боятся выдать хизбалле собственное понимание ситуации то насколько израиль видит то что происходит из боли однако когда уже на повестке дня стоят серьезные ставки сделаны то есть обстрел сотнями ракет израиля а это то к чему пришли к выводу в амане кроме визуальной активности по всей видимости не исключаю что были радио перехваты что было и какая-то агентурная информация то есть комплексе информация был носила еще вот если говорить в целом все что было получено носила абсолютно исчерпывающий характер то есть подчеркну абсолютно исчерпывающий не предположительны понимали что атакуют и атакуют под утро поэтому в израиле поэтому в израиле было обсуждение на уровне военного командования также министра обороны и премьер-министра в том плане когда атаковать когда атаковать то есть ведь можно было это сделать и в два часа ночи и в час ночи в принципе решили по такому специфическому соображению атаковать непосредственно перед ударом хизбаллы то есть знали когда хизбалла будет знали почему либо видели по приготовлениям либо слышали либо и слышали видели я бы так сказал и вот это вот время пять часов утра она была выбрана перед самой атакой хизбаллы запланировано вероятно даже за считанные минуты ну и далее мы можем сказать следующее что в атаке было задействовано примерно чуть более 100 самолетов единовременно кстати это атака явление явилась своего рода не скажу репетиции но приоткрыла завесу над тем как могут происходить события во время большой войны когда много самолетов атакуют практически единовременно широкий спектр целей во многих местах во всему южному ливану атака была в южном ливане судя по всему хизбалла исходя из соображений безопасности и нежелания сразу полной эскалации выдвинула свои средства которыми намеривалась обстрелять израиль том числе не несколько через небольшое количество тяжелых ракет а также беспилотники и вот эти все ракеты не особенно большого радиуса все должно было задействовано быть территории собственно южного ливана потому что если ударить тяжелыми ракетами ну скажем из берута то удар по беруту либо превентивный либо непревентивный абсолютно неизбежно значит и удар удар израиль наносил по разведанным местам фактически точкам расположения в основном вот этих вот шахты стационарных установок как было сказано сотни установок и тысячи стволов что-то как это нужно понимать ну допустим одна установка скажем град по из семейства град наподобие только не на машине установленная скажем где-то вот той самой шахте 40 стволов одна установка ну стандартная установка града это 40 стволов вот он пожалуйста одна установка 40 стволов хизбалла планировала согласно израильским данным атаковать сотнями запустить сотни ракет единовременно как правило по центру страны и атаковать объекты не по центру северу страны и атаковать объекты в центре страны при помощи беспилотников самоубийц сделать это сконцентрировано так, чтобы максимально отвлечь системы ПВО и при этом поразить вероятность системы ПВО теми или иными ударами. Ну а в качестве объектов, как у нас сейчас заявляют, в центре страны были объекты, были цели севернее Тель-Авива или можно сказать в северном Тель-Авиве находящемся, это база, в частности база военной разведки и штаб-квартира МОСАДА. Ну где находится штаб-квартира МОСАДА знают почти все, хотя это запрещено к публикации, в общем это там же и поблизости, скажем так. Вот это было целью и в свою очередь израильские самолеты нанесли удар по 40 примерно объект, 40 точкам, насколько я понимаю, где находились пусковые установки и беспилотники готовые к пуску. Это более двух десятков населенных пунктов, но в основном удары приходились не на населенные пункты, а на замаскированные установки между населенными пунктами или поблизости от них. То есть обширный удар очень. Судя по всему, вероятно, даже сотни боеприпасов были использованы, единовременно я имею в виду высокоточные бомбы. И в итоге удалось вот эту запланированную атаку в большой степени сорвать. То есть вот то и как и чем в итоге было сорвано. Однако это не значит, что сорвано полностью было. Хизбалла из кое-чего, что не пострадало, но было готово. Хизбалла так и ударила по Израилю. Ну и дальше, видимо, подключились еще кое-какие средства, которые в запасе у Хизбаллы имелись. Это, кстати, показательно по поводу превентивного удара. Какой бы ни был превентивный удар по Хизбалле, у нее возможности настолько широки и глубоки, что она всегда сможет подвергнуть Израиль довольно массированному обстрелу. И задача превентивного удара может быть только в заметной степени нарушить планы Хизбаллы. И это уже много. Что тут еще добавить? Значит, далее это было все в 5 часов с небольшим. Хизбалла начала реагировать в 5.30 примерно. Они заявили до 300 запусков по Израильской территории или 320. Пока у нас точно, причем это включает беспилотники и ракеты. Ракеты большая часть, все, что большая часть того, что угрожало, было сбито. Часть разорвалась на открытой местности. Хорошо. Вроде бы справились и с беспилотниками на этот раз. Запущено было, видимо, пару десятков, если не больше. Большинство было сбито. Что-то упало на незастроенной местности. Вероятно, в том числе и благодаря действию средств радиоэлектронной борьбы. Есть, например, одно видео такое, которое показывает, как беспилотник взрывается, ну, вроде бы, не совсем там, где что-то вообще нужно. В общем и целом, ни одна база в центре страны цели не пострадали. Хотя у Хизбаллы первичное сообщение было, что да, они поразили цели в Северном Тель-Авиве. Значит, прицелом материальный ущерб был минимальный. И Ваку, например, впрочем, город довольно далеко от границы находящихся, ущерб был как раз большим. Там в здании кое-что попало и даже легко раненое было. Но это было следствие попадания, как, к сожалению, перехватчика железного купола, насколько можно судить. Далее израильские удары прекратились, но продолжились вот в таком вот массированном режиме, прекратились довольно быстро, но в режиме немедленно, скажем так, конкретных, нейтрализации конкретных угроз. Насколько можно судить, предварительно уничтожены были, уничтожены чуть ли не тысячи стволов, то есть были сотни, видимо, ракет плюс-минус готовы к запуску немедленно уничтожены. Мы не можем судить о том, были ли уничтожены склады с боеприпасами, скорее нет, чем да, может быть где-то да, где-то нет. Удар, целью удара было уничтожение пусковых установок, готовых к удару, а также других разведанных на будущее. И вот здесь, вроде бы, и вот тут промелькнуло высказывание пресс-секретаря армии, бригадного генерала Даниэля Агари, если в самом деле уничтожены, скажем так, тысячи стволов одноразовых установок, даже я их условно называю одноразовым, это серьезный ущерб. Это, скажем так, в заметной степени потенциал, скажем так, снижен, потенциал количественный в плане обстрелов Израиля из приграничной зоны, из Южного Ливана, в некоторой степени снижен. То есть, если уничтожена значительная часть вот этих вот стационарных пусковых установок, значит у них стало меньше возможностей. Но это не значит, что они не могут еще раз атаковать Израиль многими сотнями ракет в день, а может быть даже и ты, не может быть, а даже тысячами. Потому что, во-первых, есть мобильные установки, есть те установки, которые Израиль не атаковал по понятным причинам, потому что до сих пор они ждут своего часа. И есть такие, которые могут быть заново выдвинуты на позиции. То есть, ущерб нанесен, ущерб достаточно существенный. Более того, удалось избежать собственного ущерба значительного благодаря этому удару. Ну, скажем так, в некоторой степени точно удалось избежать. Однако считать, что подорван потенциал Хизбаллы глубоко и полностью было бы неправильно. Подорван частично. И еще один важный момент. Если бы сейчас уже шла большая война, Израиль бы продолжил массированный удар и начал наступательную операцию, то вот тот факт, что ты вынес значительного, там, десятки процентов готовых к пуску установок, это бы сыграло большую роль. В тот момент, когда снова война возвращается на стадию медленного огня и потихоньку, у Хизбаллы есть время полностью компенсировать этот ущерб. Если не считать ущербом материального, то подтянуть новые установки, зарядить старые, сделать уроки над ошибками и так далее, и так далее. Это то же самое, что и с потерями. Когда Израиль сегодня, Хизбалла потеряла 430 человек, по их признанию, за долгое время, все это, будучи растянутым во времени, имеет гораздо меньшее значение. Во время большой войны такие потери за считанные дни недели, это очень значительные. Также где-то вот такое сравнение годится и здесь. В противном случае найдутся многие, кто не поверит, особенно противники Хизбаллы в регионе. И вот хотя бы даже, если ничего в Тель-Авиве, если вы объявили, что ударили по Тель-Авиву, но никто не видел, что в Тель-Авиве что-то взорвалось, это не работает в пользу Хизбаллы. Это не то, чтобы я подстрекал Хизбаллу ударить по Тель-Авиву, естественно. Я просто пытаюсь проанализировать ситуацию, как выглядит их ответ. Значит, если окажется, что ответ их выглядит неубедительно, неубедительно с точки зрения визуализации, доказательств, то вероятно весьма, что они попытаются что-то повторить. Потому что иначе они будут выглядеть слабой стороной. Если ты не ответил достаточно, ты выглядишь слабой стороной. Это не только неприятно с медийной точки зрения, это, как принято у нас в регионе, навлекает на тебя дополнительную опасность. Поэтому, пока бы я не торопился говорить о том, делать выводы о том, насколько они удовлетворены результатом, здесь все может быть. В целом же можно предположить, что если не удовлетворены, то они что-то повторят. Если да, то тогда да, ситуация вернулась к той, которая была за сутки до этого. Но с точки зрения израильского правительства, по-прежнему, я считаю, не дилемма даже, а вот это вот решение, необходимость принятия решения о том, что делать с Ливаном и что делать с севером Израиля, никуда не делась. И эта необходимость приближается. И я очень надеюсь, что то, что до сих пор решение не принималось, что на этот счет у израильского правительства есть уважительные причины. Мы все, когда рассуждаем о том, как надо, как не надо, ну, естественно, у каждого свое мнение есть. То есть, можем рассуждать очень логично, но есть одно но. Мы не располагаем всей полноту информации, причем информации в самых разных областях, как то располагают принимающие решения. Причем информация может быть самого разного рода. И начиная о сути американского давления, и заканчивая, не знаю, дефицитом, или наоборот, профицитом каких-нибудь снарядов, да, что тоже влияет на принятие решения. Так вот, мне хочется надеяться, что то, что это решение, а я имею в виду о масштабной операции против Хизбаллы, до сих пор не принято, что для этого есть уважительные причины. И также хочется надеяться, что эти уважительные причины исчезнут, потому что ситуация абсолютно нетерпимая. И, кстати говоря, мы прекрасно видим ее отголоски сегодня здесь и сейчас, когда возмущенные жители севера Израиля, и в том числе главы населенных пунктов и местных советов, прямым текстом говорят, что, мол, творится, во что превратили север, в то время как, если что-то угрожает Тель-Авиву, значит, немедля предпринимаются меры, что это за превентивный удар для защиты Тель-Авива и так далее. То есть, на самом деле, такой подход, он тоже упрощен, и есть объяснения и доводы, почему-то вовсе не потому, что именно Тель-Авив защитили, но я даже не собираюсь их приводить. Общий смысл. Иногда важно даже не кто приведет какие правильные доводы, а как все это выглядит. Выглядит это все ужасающе, выглядит это со стратегической точки зрения провально и давно. Я подчеркиваю, со стратегической, потому что с тактической можно говорить, что уничтожено 10-15 раз больше боевиков Хизбаллы, чем наши потери, а на самом деле еще больше в десятки раз, буквально в смысле и то, и это. И в Южном Ливане разрушено очень много. Все это не имеет большого значения. Имеет большое значение то, что происходит у нас, и то, что противник чувствует себя вправе действовать, как он захочет. Поэтому, на мой взгляд, решение должно быть принято на каком-то этапе, а если не принято, то желательно на каком-то этапе очень хорошо объяснить, почему. Все упирается во многом в те самые ступени эскалации и желания и нежелания большой войны. То есть, в принципе, это Израиль чисто технически. В любой момент мог нанести не просто превентивный удар, а удар, я не побоюсь, на порядок. То есть, буквально в смысле в 10 раз мощнее, чем тот, который был нанесен, не только по этим установкам, а еще по массе других интереснейших объектов с юга на север, включая, берут склады, другие склады вооружений, всех очень интересных типов вооружений и так далее, и так далее. Но что? Это подразумевает вот ту самую большую войну, которой пока не решили начинать. Значит, то же самое и здесь. Граница очень тонкая. Ты наносишь удар по нескольку большему количеству объектов, чем раньше. По нескольку более качественным объектам. Можешь задеть каких-то мирных граждан или немирных граждан. И тогда ты приведешь к тому, к чему ты не хочешь. И вот это, когда борются все время с вот этой вот дилеммой. Как бы чего не было, и лишь бы не было эскалации, действия носят осторожный характер и очень постепенный характер. Теперь, что конкретно о превентивном ударе? Задача любого превентивного удара – это сорвать угрозу непосредственно, либо частично, либо полностью сорвать непосредственную угрозу. Когда ударить, например, неделю назад, просто по неким установкам, когда Хизбалла еще не решилась на вот этот удар, который они собирались сегодня нанести, это был бы не срыв угрозы, это был бы удар по ракетному потенциалу Хизбаллы, и Хизбалла все равно свою угрозу осуществила тем или иным способом. То есть, например, ударила бы из других установок, сделала бы это позже. Здесь была цель именно не уничтожить весь ракетный потенциал Хизбаллы, не начать большую войну, а конкретно сорвать атаку. Когда лучше срывать атаку? Непосредственно перед ее началом. Насколько я понимаю, здесь была в данном случае информация о начале атаки, и в любом случае была достаточно высокая готовность. В принципе, Хизбалла могли бы атаковать Израиль большим количеством ракет, в общем-то, в любой момент. Но, насколько я могу судить, примерно за процессом подготовки наблюдали, были четкие индикации, и поэтому для срыва решили ждать, собственно, до последней минуты. Нельзя, кстати говоря, забывать и о том, что то самое международное давление присутствует и так далее. То есть, если атака не приводит к срыву, например, удара противника, то вроде бы эскалация налицо, и давление со стороны американцев, и вопросы, а было ли это оправдано. В общем, тут многое очень упирается в нежелании большой войны, а с другой стороны, оптимизировать нейтрализацию удара противника, а это, видимо, только в последний момент является таким вот наилучшим сроком с точки зрения именно военных.